Самарским подросткам расскажут о том, как поддерживать репродуктивное здоровье. Образовательно-просветительский курс пройдет в Центре охраны репродуктивного здоровья для детей и подростков. Он открылся на базе детской городской поликлиники номер один. Здесь будут проходить лекции и семинары для юношей и девушек, а специалисты будут проводить медосмотры. В это вкладывается очень большой смысл. В чем? Потому что у нас репродуктивное здоровье зависит не только от, допустим, половых гормонов, оно и зависит полностью от психологического состояния ребенка, от соматического состояния ребенка. Это будет междисциплинарный подход к вопросу репродуктивного здоровья ребенка. Прийти может любой ребенок города Самары. Мы будем принимать всех. Сам проект, он будет идти по всему региону. И здесь уже наши тренеры будут работать в образовательных учреждениях, в первую очередь в системе профессионального образования, то есть в колледжах. И здесь будет тематика и медицинская, тематика и психологическая, тематика и социальная, с подкреплением так же как выездных медицинских осмотров, так и осмотров, которые будут проводиться здесь. То есть это вот такой комплексный проект. Работу Центра охраны репродуктивного здоровья будет курировать Самарский медуниверситет, который выступил одним из идейных вдохновителей проекта. Сотрудники кафедры будут участвовать непосредственно в работе этого центра. И у нас есть общество волонтерских движений. Самарский государственный медицинский университет уже давно занимается информированием подростков. Созданы школы для подростков, которые обучают и правильному репродуктивному поведению, и основам охраны здоровья, здоровья, сберегающих технологий для подростков. Участниками проекта стали студенты-медики, а также волонтеры Самарского Центра развития добровольчества. Студентка Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Марида Белкина в числе волонтеров планирует принять участие в просветительских мероприятиях центра. Рассказывает, эти знания важны, чтобы в будущем родить здоровых детей. Но и сейчас Марине есть с кем поделиться ценными знаниями. Я старшая сестра среди всех детей в семье и будущая мама. Для меня это будет очень полезно тем, что я смогу больше узнать про то, как сохранить и поддерживать свое здоровье в будущем, ну и, собственно, поделиться опытом с другими людьми. Работа центра будет расширяться в планах проведения выездных мероприятий в колледжах просветительского и медицинского характера. Галина Топилина, Сергей Баскин, События.